привет меня зовут анна мы с вами продолжаем изучать математику тема сегодняшнего урока площадь по плану мы с вами обсудим понятие площади математики также как сравнивают фигуры по площади и познакомимся с некоторыми единицами измерения площади давайте с вами посмотрим на картинку ну и вы конечно узнаете главное место нашей страны до страны россии это конечно красная площадь что же называют площадью если мы посмотрим сверху на эту красную площадь то мы увидим да что посередине определенный участок земной поверхности по которому мы с вами можем легко прогуляться до приехать туда и прогуляться попробуем выделить его линиями да вот посмотрите вот мимо гума дойдет линия дальше мимо исторического музея до красной стены и конечно собой собора василия блаженного у нас с вами получается вот такой четырехугольник но данная площадь с небольшими погрешностями очень похожа на четырехугольник если мы в этом четырехугольнике до выделяли линии да вот данном случае мы перенесли как бы в тетрадь до нашу фигуру четырехугольник мы в синим цветом обозначили периметр это стороны нашего четырехугольник а то что мы закрасили внутри бежим это будет площадь что же такое площадь площадь это часть плоскости ограниченная линией но это может быть ломаная линия как в четырехугольнике это может быть кривая линия может быть вот такой такая фигура может быть со скошенными углами может быть круг может быть овал все что закрашено внутри все что находится внутри этих линий да это будет площадь площадь фигуры площади фигур могут сравнивать разными способами ну например вот здесь очевидно что площадь круга больше чем площадь квадрата это видно на глаз то есть некоторые фигуры по площади мы можем сравнить на глаз есть фигуры которые мы можем сравнить методом наложения например у нас есть большой ковер и есть пол в комнате да мы просто накладываем ковер на пол и видим что он занимает меньше меньше пространства по площади соответственно методом наложения мы также можем сравнить площади этих двух наших объектов до пола в комнате и ковра но также для измерения площади используют разные мерки которые установлены до международными стандартами я вам предлагаю начертить одну из этих мерок начертите квадрат в своей тетради у которого будет сторона один сантиметр остановите видео и начертить этот квадрат у себя в тетрадь я надеюсь что вы это сделали если вам не хватило времени остановите видео да нарисуете начертите так вот если вы уже это сделали да вы начертили одну из мерок которую используют когда измеряют фигуры по площади до площадь фигур такая мерка называется квадратный сантиметр записывается вот таким образом один сантиметр и ставится маленькая двоечка да над буквой м мы помним что точку в конце мы не ставим это общепринятое сокращение до читается как квад один квадратный сантиметр почему потому что то мерка выглядит как квадрат мы как бы берем этот квадратик и прикладываем считаем сколько раз он помещается в фигур мы можем также начертить еще один квадрат у которого сторона будет один дециметр я напомню что один дециметр это 10 сантиметров мы тоже можем это сделать в тетради остановите видео начертите эту мерку ну что если вы это сделали до остановив видео мы с вами продолжаем если у нас квадрат со стороной один сантиметр называется квадратным сантиметром то квадрат со стороной 1 дециметр как же будет называться как будет называться эта мерка это будет конечно же к 1 квадратный дециметр и будет записываться таким же образом как и квадратный сантиметр 1 дециметр и над буквой м небольшая двоечка показывающая, что это единица площади, а не длины. Один квадратный дециметр. Я обращаю на это особо внимание, эта двоечка играет огромную роль, несмотря на то, что она такая маленькая. Когда вы будете решать задачи или какие-то задания выполнять на нахождение площади, если вы потеряете эту двоечку, это будет большой ошибкой. Почему? Потому что дециметрами с сантиметрами мы измеряем длину, а квадратными сантиметрами и квадратными дециметрами мы измеряем площадь. Это разные единицы измерения, их нельзя путать. Да, они связаны между собой, но они совершенно разные. Хорошо, посмотрим, сколько раз квадратный сантиметр помещается в квадратный дециметр. Если мы возьмем наш квадратный дециметр и в него начнем вставлять наш квадратный сантиметр, смотреть, сколько раз он поместится. Мы видим, что один дециметр – это 10 сантиметров. То есть у нас с одной стороны получится 10 сантиметров, и с другой – 10 сантиметров. Если мы 10 с вами умножим на 10, то у нас получится 100. 100 квадратных сантиметров помещается в один квадратный дециметр. Я напоминаю, что в один дециметр помещается только 10 сантиметров, но в один квадратный дециметр помещается 100 квадратных сантиметров. Не путайте эти два равенства, эти два понятия. Ну что, подводим итог. Мы сегодня с вами говорили о площади, обсудили, что понимается под площадью в математике, также, как сравнивают фигуры по площади, обсудили методы сравнения фигур по площади и обсудили некоторые единицы измерения площади. Мы продолжим изучение площади на следующем уроке. Спасибо вам за внимание. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok